Сегодня Гомельский областный драматичный театр открыл юбилейный 80-й театральный сезон. Какие премьеры и интересные творческие проекты тут подрихтовали для глядачов, доведались наши корреспонденты. Юбилейный 80-й театральный сезон в Гомельском Аблдрамтеатре вы решили открыть премьерным спектаклем «Женихи». Это музыческая комедия по мотивам одноименной опереты Исаака Дунаевского. Режиссер постановщик, ведомый московский театральный дейдж Андрей Градов. По сюжете муж помирая и не поспеваючи его похавать, его женка сама того не чекаючи, знову становится заездростной невестой, у которой и не мает боя дженихов. Объеднавши русский выдавиль с европейской оперетой, на сцене разгортывается яркая и веселая история с колоритными персонажами и интригующими сюжетными поворотами. Даже все музыческие парты актеры Аблдрамтеатра выконывают вживую. Это музыкальная комедия по жанру, да, но музыка там сборная. Вот то, что нам казалось по действию ложиться в ситуации развития сюжета, в ситуации чувств, персонажей или взаимоотношений их, вот ту музыку мы брали. Нам этот материал, он доставил радость. Мне ставить, артистам играть, а зрителям, надеюсь, смотреть. По саблевому урочисто новый театральный сезон распочался для народной артистки Беларуси Людмилы Корховой. Все лета я и семейный творчий дуэт с талиновитым артистом Аблдрамтеатра Александром Лауриновичем на двоих святкуя 100-годовый сценичный юбилей. Або два метра просвятили служению театральной справе по 100 годе. Крональные относины артистов возникли еще подчас в учебы. И на протягу усих минулых годов профессия только умоцовывала их дружный, изуртованный, семейный и творчий союз. Прославляю актеров, что были и есть, что сжигали на сцене себя не напрасно. Уходя в небеса, сберегли свою честь, зажигаясь на небе звездой непогасной. Бог дал нам хороший подарок по жизни. Я обрел красавицу жену, а по профессии мы обрели любимую профессию актеров. Это дорогого стоит. Семья формирует актеров. Мне по жизни это помогло, потому что он меня понимал и поддерживал. Во всем. В моей профессии. И я его тоже старалась. Со свято стартовал новый театральный сезон. И у заслуженного артиста БССР Федора Иванова, якому сполнился 89 годов. За его плячима неизлеченное множество ролей у самых разных характеров и тапажов, а еще широе признание таллинту глядачами. Неизменным на протягу всей творчей карьеры и до этого дня застаётся саправды непорушная любовь до родной гомельской сцены, публики и города над Сожем. Ну я вам скажу, вы знаете, 80 лет театру, а я в этом театре 69 лет. С институтской скамьи прямо сюда. И вот я с того времени не менял ни театра, приглашений было очень много. Вы знаете, вот я рад, что я так и не уехал никуда. Горжусь Гомелем. Это самый добрый, самый понимающий, самый театральный зритель. Про ближайшие и перспективные планы Гомельского Аблдрамтеатра журналистам распевели на пресс-конференции, которая попередничала открытию нового театрального сезона. Уже сейчас можно сказать, глядачу Жакая немало интересных творческих проектов. Например, наступная премьера под названием «Мужчинам у выход заборонены» запланована на 26-го Кастричника. На сцене Аблдрамтеатра разгорнутся же ночи и вечерки на самые актуальные темы для представниц проихожей половы человечества. Так само у Кастричнику глядачу Жакая спектакль «Вяселье у Малиновцы» музыкального театра «Петербургская оперета» и «Рышная комедия одной-чей-двойчей» от московских зорок театра и кино. До того ж зараз артысты Аблдрамтеатра приступают до работы над зимовой музычной каской «Калядные бременские музыки», якая будет сопроводжаться видовищными спецэффектами, хорографичными номерами и интерактивом. У целом, в новом юбилейном 80-м театральном сезоне творчая трупа Аблдрамтеатра нацелена соправды уразить и издевить своих юных и дорослых наведальников. Хочу сказать, что 80-й сезон будет поистине очень необычным, насыщенным, интересным. Мы очень надеемся, что наш театральный зритель ждет этого театрального сезона, мы вас не разочаруем. Вероника Варашилина, Йогин Макеенко, Александр Харлампоу, Телерадио, Кампания Огомель.